Приветствую вас! Давайте мы с вами сразу скажем так, что форма вашего вопроса такова, что вам лучше обратиться в разделы с атерики. Потому что именно в атерике важны даты и так далее. Психологи же анализируют больше информацию, предоставляемую им клиентам, и на основе этой информации, на основе анализа, вырабатывают рекомендации, которые клиенту нужно совершать. Для того, чтобы нормализовать свою ситуацию, нормализовать свою первую деятельность. Вот, это первое. Второе. Вы пишите. Почти два года назад я разошлась с мужем. Давайте сразу о причинах поговорим. Каковы были причины того, чтобы вырадошлись со своим мужем? Каковы были причины? Что послужило основанием для того, чтобы вырадошлись? Какие-то разогласия, какие-то споры, конфликты какие-то, да? Какие-то, может быть, ну, я не знаю, трудности, какие-то, может быть, проблемы, какие-то, ну, непреодолимые, значит, ситуации, условия, которые заставили вас возрастись. То есть, понимаете, как бы, вот, развод – это такой процесс, который, как правило, осуществляют, ну, два человека. То есть, объективно, вот, объективно, да, развод не может быть совершен только, ну, только одним человеком. То есть, он может совершен быть, да, но другой человек это принимает. Другой человек это принимает. И если человек понимает, что вот его любимый, его близкий, там, родной человек хочет с ним развестись, ну, значит, наверное, скорее всего, человек вот, напросто, ему уже не нужно. И, как бы, если человек от него не нужен, то зачем тогда до него держаться? Ну, мужчина выбрал расход с вами. И это его право. Он понял, что вы больше не подходите. И то, что у него новая семья – это результат того, что он понял. Вы говорите, я одна. Почему? Потому что не могу его отпустить. Почему не можете его отпустить? Потому что, во-первых, вы в нем через чур растворяете. Все ваши желания, все ваши попредственности, все ваши мысли, все ваши помыслы. Вы были связаны с ним. Вы на него полагались. Вот, в чувстве защищенности. В чувстве надежности во всем. А теперь, когда он ушел, это чувство прошло. Больше поддерживать его некому. И вы не научились этого делать самостоятельно. И вот вы говорите, я одна, не могу его отпустить. Ну, так подумайте. Вы его любите? Вряд ли. Прямо-то, если бы вы его любили, у вас бы обиды и злости не было бы. Потому что вы были бы счастливы за него и, позволив ему строить свою жизнь, строили бы свою. Ну, у вас-то обида и злость. Значит, что получилось? Получилось, что обида – это то, что вас задело внутри вас. Ну, например, развод и его новая семья породили у вас изменение представления о себе. Вот, вот, вы стали о себе по-другому думать. Что-то, что вы в себе не принимали, вас теперь обрело свою форму и глозит вам. То есть обида – это то, что нас задевает внутри нас самих. Какие-то ситуации. И вы проецируете эти свои переживания на мужика. То есть, что это муж виноват в том, что вы испытываете обиду хотя бы в действительности. Он не виноват. Он поступил правильно. Он поступил правильно. Он понял, что ему свободные пути, он с вами расстался. Он поступил честно. А вот вы этого не приняли. Почему? А потому что он был вам нужен. Он был вам нужен, чтобы как раз-таки маскировать в вас то, что вы себе не принимали. Ваши слабые места, которые сейчас обнажились и пораждают обиду. Далее – злость. Злость – это реакция на потерю объекта, который приносит удовольствие. Соответственно, нужно понять, что ваш муж для вас сейчас воспринимается и, скорее всего, был как средство, доставляющее вам определенное удовлетворение. И ваш злость связана с тем, что вы этого лишились. То есть, чего угодно, но только не любовь. Потому что любовь – это направлено на другого человека. У вас же ваша активность, она направлена на вас. Не на него, а на вас. А любви никакой речи не идет. И либо вы на человека перекладывали свою ответственность постоянно. Либо вы требовали что-то от человека постоянно. Либо что-то решил. Но это что-то ему не нравилось. А вам это достало удовольствие. И поэтому вы сейчас испытываете творчество. В этом тоже нужно разбираться, анализировать, корректировать, менять ваше представление и понятие и так далее. Что-то вот вы одна. Это тоже очень плохо. Потому что после того, как вы разверлись, вам нужно было общаться с другими мужчинами активно. Взаимодействовать с ними, принимать ухаживание, смотреть на других мужчин. Что они проявляли себя. А вы одна, вы не с ко мне общаетесь. И в целом, весь ваш мир, он как бы сузился до вашего мужа, у которого уже давно своя жизнь, а вы все по нему убиваетесь. Далее. А вы говорите, еще работаю с ним. Почему не проходит боль? Ну, боль не проходит из-за обиды и злости. Это понятно. Боль – это результат того, что вы лишились объекта удовольствия, и боль не пройдет, пока будут обиды и злости. Вопрос в другом. Почему вы со своим мужем расстались? И как это не паровоксально звучит, вы ответили сами себе. Что вы с ним работаете, вы коллеги, вы соперники, вы на одних позициях. А так быть не должно. Мужчина, если он работает, он работает. Вы, если работаете, работаете где угодно, только не с ним. И ни в коем случае не соперничаетесь. Вполне возможно, что мужчина просто не выдержал вот этого вот соревнования, соревнования, соревновательного эффекта с вами. Мне кажется, что соревновательный эффект был между вами не только в работе, но и в жизни тоже, в семейной жизни. Вот и есть вопрос возникает. Так если вы с ним соревновались, если вы с ним соревнуетесь, так мужчине, зачем тот, кто с ним соревнуется? Зачем ему женщина, которая с ним соревнуется? Зачем ему женщина, которая посягает на его мужественность? И он выбрал себе другую. Та, которая либо не работает с ним в одном месте и не является его коллегой, однажды заперником и конкурентом потенциальным, либо, работая с ним, не является его потенциальным заперником. То есть, например, занимается в ином направлении, вообще никак не соприкасающийся с его, с направлением мужчины. Вы об этом подумайте. Как вы строите свои отношения с мужчиной? Как вы выстраиваете их с ним и для чего вам ваш муж сейчас? Хоть он вернется, вы его примете? Хоть он вернется, он скажет, привет, дорогая, я ошибался, верни, верни меня, да? Позволь мне быть с тобой. Вы его примете? Вы его будете уважать после того, что у него новая семья? А себя вы будете уважать, если вы примете его? Подумайте об этом. Если нет, если вы не будете себя уважать, если вы его не примете, то в чем не тогда боль? В чем заключается боль и почему вы одна? Как правило, это вот потребностная сфера. Это злость. И самооценка, любовь к себе. Это обид. Принятие в себе. Это обид. Это два основных параметра дисгармонии внутри вас. И два основных направления, по которым вы нуждаетесь в другом человеке. Это два. Потому что мужчина рядом с вами, он как купирует обиду вашу и купирует ложь. Так. И именно потому, что вы от него зависимы, он и ушел. Ему неприятно, что вы от него зависимы. Ему неприятно, что вы растворяете в нем. Он не видит вас, женщину, скорее всего. Но, чтобы ею стать, нужно для начала взрастить в себе гармонию. Чтобы взрастить гармонию в себе, вам нужно проанализировать и откорректировать обиду и зло. Это происходит через консультацию с психологом. Так что выбирайте себе эксперта, если хотите именно психологически с этим работать. И начинайте консультироваться. Консультации, к сожалению, потребуется несколько. То есть это процесс. И это процесс не быстрый. Но гораздо меньше двух лет. Поверьте мне. То есть у вас, если регулярно будете работать, ну, может быть, пару месяцев. Через пару месяцев вам у меня в любом случае будет легче. Потому что вы одна. Вы одна. Так я рекомендую вам терапию общения, психологических, когнитивной терапии. Вот эти вот методы вам помогут преодолеть вот то, что происходит с вами. И, может быть, еще гестант. Но гестант здесь это. Только вот если исходить из того, что вы написали, как вам мало написали. То есть умение мыслить целостным образом здесь это вот важно будет. Но только на начальных этапах. То есть вы на своего мужа, скорее всего, обижаетесь, изменить. А действительно это ваша проблема. Это не его проблема. И вот нужно отходить от парости. Это мужчина виноват в том, что вы чувствуете себя так. Это вас. Это вас. Что-то вас не дает вам жить счастливо. Так же, как мужа. Обида тоже. Это установка на то, что это не ваша проблема, в первую очередь. А его. Или вас обоих. А это не так. Проблема только ваша. И она была ваша, скорее всего. Еще до брака. Она дырала, спала. С мужем она, так сказать, приобрела новые краски. Вот. И раз в год, как знаете, как ранку собрал. Раз в год ее обнажил. Она теперь нарывает два года. Не заживает никак. Ну, может быть, и через год, через два, само пройдет. Ну, да сколько времени вы потеряете. Я зря. А так вот, в течение месяца, месяца двух, вы сможете вернуться к нормальной жизни. Я думаю, если будете активно работать. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. В общем, желаю вам всего самого доброго и удачи.